Когда вы создали рассылку и убедились в том, что она настроена корректно и содержит нужное количество писем, самое время переходить к созданию формы подписки на вашу рассылку. Для этого необходимо перейти к разделу «Формы» и выбрать подраздел «Генератор форм подписки». Данный подраздел состоит из трех модулей. Первый модуль разделен на два блока – «Сохраненные формы подписки» и «Настройки формы». Блок «Сохраненные формы подписки» предназначен для сохранения и дальнейшего использования создаваемых форм подписки. Первым пунктом данного блока является список сохраненных ранее форм подписки. В данном случае есть выпадающий список, в котором вы можете выбрать формы, которые были сохранены ранее. Если вы выберете из данного списка одну из ранее сохраненных форм, то она сразу же загрузится и все настройки будут соответствовать тем настройкам, которые вы указали при сохранении данной формы. Второе поле названия формы необходимо для того, чтобы у вас была возможность сохранять создаваемые формы. Допустим, вы сейчас настроите форму должным образом, то есть так, как вы хотите ее видеть. После этого у вас есть возможность указать название формы и сохранить ее, чтобы в дальнейшем вы могли ее использовать. Давайте так и сделаем. Назовем форму «Тестовая форма». Пока «Сохранить» в принципе нажимать нет смысла, потому что мы еще не ввели никакие настройки. Переходим ко второму блоку «Настройки формы». Данный блок позволяет вам редактировать содержание и внешний вид формы по своему усмотрению. Давайте более подробно ознакомимся со всеми настройками, которые имеются в этом блоке. Первое поле – выберите рассылки, на которые будет подписывать эта форма. Обратите внимание, что у вас есть возможность выбрать одну рассылку или несколько рассылок. То есть, если вы хотите, чтобы подписчик через одну единственную форму подписывался на несколько рассылок, вы также можете это сделать. Для этого достаточно, выбирая рассылки, удерживать «Контрол», если вы используете «Виндус», или «Комманд», если вы используете «Мак». Но мы в данном случае будем отмечать только одну рассылку, и пусть это будет та рассылка, которую мы создавали. Тестовая серия писем. Далее вы выбираете канал подписки, связанный с этой формой. Мы канал еще не разбирали, поэтому вы этот момент можете пропускать. Язык подписки, выбираете русский, он в принципе выбран по умолчанию. Следующим пунктом идет возможность выбрать поля, которые будут включены в эту форму. То есть, вам необходимо определиться, какие данные вы хотите собирать с ваших подписчиков. Если это только имя и имейл, они уже идут по умолчанию, вам ничего не нужно здесь сделать. Если вы хотите собирать какие-то дополнительные данные, то вы можете просто перетащить их отсюда сюда. Для этого вы выделяете нужное вам поле здесь и нажимаете на стрелочку. Как вы видите, фамилия появилась в этом списке. Это означает, что подписчик для подписки на рассылку будет должен указать имейл, фамилию и имя. Далее расположены настройки по редактированию внешнего вида форм. Проверка. Какая проверка? Минимальная, максимальная? Не проверять. В данном случае имеется в виду проверка полей на их правильное заполнение. Если вы ставите максимальную проверку, это означает, что будет четкая проверка по вводимым данным. В этом случае, если подписчик будет указывать некорректный имейл, то есть, допустим, он пропустит собачку или еще что-то сделает, то он будет предупрежден об этом и не сможет продолжить подписку до тех пор, пока не исправит. Далее идет настройка значения полей. В данном случае легче всего оставить любые, либо поставить буквы русского и английского алфавита. Заданное значение это уже технический параметр, так как там необходимо использовать регулярные выражения. Следующая настройка открывать. В данном случае имеется в виду, куда подписчик будет переадресовываться после того, как он нажмет на кнопку подписаться в форме подписки. Если вы хотите, чтобы открывалась новая вкладка в браузере, то оставьте в новом окне. Если же вы хотите, чтобы в текущем окне, то есть, просто перезагружалась страница, то выбирайте опцию в текущем окне. Наша ссылка. Что в данном случае имеется в виду? Давайте все-таки мы чуть-чуть спустимся, чтобы просмотреть второй модуль, так будет намного легче это воспринимать. Под нашей ссылкой подразумевается вот эта ссылка smartresponder.ru. Если вы не хотите, чтобы она отображалась, то просто убираете отсюда галочку и, как вы видите, сразу же отображаются изменения. То есть, внешний вид формы, этот модуль, он сразу отображает все изменения, которые вы вносите в первом модуле. Партнерский код. Что это такое и есть ли смысл его использовать? В первую очередь, следует отметить, что вы не сможете указать партнерский код, если у вас еще не зарегистрирован партнерский аккаунт на нашем сервисе. Под партнерским кодом подразумевается именно логин вашего партнерского аккаунта. Что это дает? В случае, когда ваши подписчики подписываются на вашу рассылку посредством формы, в которой указан партнерский код, то все эти подписчики остаются за вами таким образом, что если впоследствии они станут авторами нашего сервиса и оплатят наши услуги, вы будете иметь с этого партнерский комиссионный. Далее идет настройка внешний вид. Вы можете здесь указать ширину формы. Давайте поставим, к примеру, 440. Как вы видите, форма сразу увеличилась. Это довольно много. Давайте пусть будет 340. И выравнивание, где ее располагать. Вправо, влево, либо посередине. То есть, это именно выравнивание для содержания формы. Далее идет форма. У вас есть возможность указать границу, будет ли она вообще и какой толщины. Если вы поставите нет, то она уходит. Если же вы ставите 1, то вы можете выбрать цвет. Какой будет у границы цвет. И, конечно же, фон. Если вы хотите, чтобы у формы не было фона, не было границы, вы просто все убираете и у вас остаются лишь поля. Необходимость границ и фона полностью зависит от вашего дизайна. Если у вас очень легкий чистый дизайн, то, скорее всего, как раз вот такой вариант без фона и без границ вам очень подойдет. То есть, подойдет к вашему сайту. Название полей. В данном случае вы можете выбирать шрифт. Можете выбирать его размер. Написание обычный или жирный. И еще цвет. То же самое идет к самим полям. То есть, тот шрифт, которым будут писаться внутри этих полей. Если вы здесь выберете 10, то шрифт будет больше. Когда будут писаться значения внутри полей, то буквы будут большими. Текст полей. Вы здесь также выбираете, какой будет фон у поля. То есть, можете его поставить совершенно другого цвета, а не белого. Но это вряд ли хорошая практика. И написание полей, какого будут цвета. Кнопка. Здесь вы можете выбрать, какой шрифт будет у кнопки. Текст кнопки. Что именно будет писаться. Здесь выбирается цвет шрифта на кнопки. А здесь выбирается цвет фона кнопки. И счетчик подписчиков. Здесь стоит чекбокс. Если вы не хотите, чтобы под вашей формой располагался счетчик количества подписчиков вашей рассылки. То вы просто убираете галочку с данного чекбокса. Если хотите, отмечаете. И опять же у вас появляется возможность настроить шрифт. Именно сам тип шрифта. Размер шрифта. Опять же цвет, фон. И где располагается счетчик количества подписчиков. Справа, снизу, сверху, слева и так далее. То опять же по вашему усмотрению. Ну и в последнюю очередь вы можете отредактировать, что будет писаться. Если вы измените подписчиков, то здесь сразу же изменения. Они видны. Что очень и очень удобно. Второй модуль. В принципе мы уже его полностью рассмотрели. Здесь сейчас смотреть нечего. Но мы в любом случае ненадолго на этом остановимся. Как я уже отмечал, здесь вы сразу видите все изменения, которые вносите в первом модуле. Единственное, что еще необходимо отметить, что есть несколько кнопок. Полезных, которые располагаются под предпросмотром формы подписки. Первая кнопка протестировать. Она позволяет вам действительно открыть эту форму, рабочую форму и протестировать, как она работает. Следующая кнопка очистить форму. Она полностью очистит форму и создать поповар. Это создать всплывающее окно. Третий модуль очень простой. Это модуль для копирования сгенерированного HTML кода вашей формы. То есть все, что вам нужно в этом случае сделать. Перейти в это поле. Нажать Ctrl-A, чтобы выделить полностью весь код. И Ctrl-C, чтобы скопировать данный код. Впоследствии вы нажимаете Ctrl-V, чтобы вставить этот код на странице вашего сайта. Зачем здесь расположена кнопка отобразить код? Она нужна только для одной вещи. Если вы разбираетесь в HTML, CSS и в JavaScript, и вы можете самостоятельно отредактировать форму, то у вас также есть возможность это сделать. Допустим, вы хорошо во всем разбираетесь, знаете и хотите отсюда в самом коде изменить название кнопки, которая будет. Как вы видите, я сейчас подписаться изменил. И нажимаю отобразить код. После того, как я это нажал, здесь изменения сразу же отображаются. То есть, это единственное, для чего нужна эта кнопка. В остальном же, вам это поле необходимо для копирования кода с генерированной вами формы. Ну и самое последнее, о чем мы говорили ранее, сохранить форму. Если вам понравилась эта форма, и вы считаете, что впоследствии ее можно будет редактировать, либо использовать как форму-шаблон, то вы можете ее сохранить. Указав нужное название и нажав на кнопку сохранить. Форма сохранена. На этом, в принципе, все. Единственное, что вам осталось сделать, скопировать код формы, вставить его на страницу вашего сайта, предоставив тем самым вашим подписчикам возможность подписываться на созданную вами рассылку.